Второй международный юридический форум «Мы вправе» с размахом стартовал в IT-парке имени Башира Ромеева. В первую очередь это площадка диалога представителей юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ в неформальной обстановке, каждый из которых готов поделиться с коллегами собственным опытом. С приветственным словом от лица Раиса Республики Татарстан Рустама Миниханова выступил председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухамедшин. Он отметил, что форум является важнейшей частью развития юриспруденции не только в Казани, но и в России в целом. Дорогие друзья, добрый день. Выбор столицы Республики Татарстан для проведения крупных мероприятий, в том числе международных, стало доброй традицией. На днях завершил свою работу международный форум Казань Digital Week, международная научно-практическая конференция обудсменов. И вот сегодня, в год 280-летия со дня рождения нашего выдающегося земляка Гавриила Романовича Державина, первого министра юстиции России, российского государственного деятеля и поэта, открывается второй Казанский международный юридический форум. В рамках открытия форума проходило пленарное заседание, где спикером выступил мэр города Казани Ильсур Медшин. Модератор беседы Ильдар Халиков отметил, что именно городская власть является связующим звеном между проблемами населения, в том числе безопасность и городская инфраструктура и основными путями их решения. В своем выступлении он упомянул, что этот юридический форум каждый год собирает в зале свет правовой науки и практики не только нашей республики, но и страны в целом. Он уверен, что этот форум сможет дать мощный импульс развитию современной юриспруденции и расширить возможности правовых границ. Кроме того, это мероприятие сможет послужить отличным стимулом для становления молодых юристов и помочь уже состоявшимся специалистам прокачать профессиональные компетенции. Казанский юридический форум собрал сегодня в этих стенах без преувеличения цвет правовой науки и практики не только города и нашей республики, но и страны в целом. Люди, чьи имена знакомы каждому в профессиональном сообществе, приехали в Казань для обсуждения актуальных вопросов, законотворчества и правоприменительной практики. Не удивительно, что мы как организаторы этого события испытываем сейчас гордость, благодарность и уверенность в том, что Казанский форум даст важный импульс для развития современной юриспруденции. Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин в свою очередь напомнил, что вуз сыграл огромную роль в подготовке и воспитании выдающихся политических и научных деятелей России. В своем вступительном слове он отметил важность участия правительства Республики Татарстан и Российской Федерации в организации этого масштабного события, как для практикующих специалистов, так и для деятелей умственного труда. Безусловно, эта площадка станет традиционной, и мы этому рады. И я думаю, что и в дальнейшем мы будем проводить наши форумы. Ну, возможно, поменяем дату, может быть, сделаем в октябре ее более комфортной. Но это в любом случае площадка для обсуждения насущных проблем, юридических проблем, и я думаю, что проблем именно нашего внутреннего национального законодательства. Свое слово также смог высказать министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко, который внес огромный вклад в развитие Казани в период проведения универсиады 2013 года, чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года и многих других значимых событий нашего города. Свой доклад он начал с того, что именно этот форум приурочен сразу к ряду важнейших этапов нашей страны. Например, 280-летие первого министра юстиции Российской империи Гавриила Державина, и столетие Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России, а также 30-летие Конституции Российской Федерации. Это важная площадка для дискуссий по широкому кругу правовых вопросов. Она способствует эффективному взаимодействию отечественных и международных представителей, бизнес-сообщества, юридической науки и органов государственной власти. В этом году форум проходит на фоне ряда важных для нашей страны событий. В их числе 280-й юбилей первого министра юстиции Российской империи Гавриила Державина и столетие Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России. И, конечно же, 30-летие Конституции Российской Федерации. Также спикером выступил председатель комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по государственному строительству и законодательству Павел Крашениников. Он от всей души поблагодарил Казанский федеральный университет и юридический факультет, так как из года в год темами форума становятся разные вопросы, в том числе преподавательские и студенческие аспекты. Также в преддверии Дня Конституции он посвятил гостей форуму в историю ее происхождения и основные даты становления конституционной власти в России. Великолепный университет, потрясающий юрфак, вам спасибо тоже огромное, что вы работаете постоянно. Второй конгресс, но ведь мы собираемся с вами каждый год по разным поводам и все время смотрим и научную сферу, и законодательную, и преподавательскую, и так далее. В рамках форума также прошла сессия на тему юридическое образование и наставничество на современном этапе. Гульнур Алибаева, проректор по научно-исследовательской работе Евразийского государственного университета имени Кунаева, отметила важность знания правовых основ в современном мире. Также выступал доцент кафедры теории государства и права и политологии юридического факультета Московского государственного университета Максим Воронин, который предложил ввести новые методики и практики в обучении. Затронули проблему незнания молодежи и правовых норм не только Республики Татарстан, но и России в целом. Не обошли стороной и вопрос о наставничестве, ответив, что именно опытный преподаватель сможет дать необходимый багаж знаний для студента. Вот правильно, что у нас впервые, наверное, появилось в заставке слово «доставничество», а надо взять еще шире воспитание и его роль в юридическом образовании. Значит, воспитательный процесс, сегодня это обязательно, но мы в своем университете никогда не отказывались от воспитания студентов, даже когда этого не требовалось, когда баллонские механизмы требовали формировать только лишь компетенцию, учить ремеслу. Мы воспитывались всегда. Да, я сам помню, когда был студентом, но ректор говорил, вы студенты политического образа, со всеми отсюда вытекающими и втекающими последствиями. Кроме того, в Шуруме, Высшей школы журналистики и медиа, коммуникации прошла встреча, приурочена к недавно появившейся проблеме коммуникации с молодежью. На дискуссии присутствовал также директор Департамента информационной политики и комплексной безопасности Министерства науки и высшего образования Андрей Толмачев. Гости высказались на тему недостатка пространств для общения с молодым поколением, попытались разобраться в этой проблеме основательно. И пришли к выводу, что именно Казанский федеральный университет сможет помочь в этом вопросе. Так, завидую вашей молодости. Наслаждайтесь. По сути, это самое счастливое время. Просто живите и наслаждайтесь. Вот, что я вам скажу, собственно говоря. А, как говорится, работать нужно в кайф. В главном здании Казанского университета в рамках юридического форума также прошло заседание «Насилие в сети. Проблемы и вызовы», где присутствовали почетные гости. Среди них с лекции выступил заместитель премьер-министра Республики Татарстан Роман Шихудинов, который обсудил проблему влияния контента в сети на людей и предложил способы решения ситуации с агрессивным настроем в интернете, а также рассмотрел это с юридической точки зрения. Помимо этого, на сессии затронули тему насилия в интернете над детьми и рассказали о способах их защиты. Золочены определенные сервисы. Как правило, это сервисы связаны с социальными сетями. На наш взгляд, любое информационное насилие, как правило, концентрируется именно в зоне СММ, именно в зоне социальных сетей. Всем известные социальные сети, не буду их называть, которые, в общем, не модерируются, а очень часто иногда модерируются ущерб даже определенным социальным устоям конкретного государства. Программа форума на два дня наполнена событиями, предоставляющими возможности для бизнес-коммуникаций. Посещение деловых мероприятий, общение с экспертами и СМИ, проведение встреч и переговоров. Участники также смогут насладиться культурной и спортивной программой, чтобы разнообразить свой опыт на мероприятии. Елизавета Газизянова, Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Фарид Захитоглы, Универньюз.